Мир на собрании с Духом Святым. Лично. В гостях у Бога. Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавай Бога внутри себя». Сегодня мы поговорим, как хранить мир Божий в собрании, туда, куда мы ходим. Именно мир на собрании с Духом Святым. Лично. В общении. Конечно, у нас всегда мир там, где мы ходим. Но я говорю не про нас с вами, а про других. Так вот, иногда, говорю иногда, когда наш сосед по месту в собрании, и у него теряется мир внутри, как его сохранить? Именно сохранить то, когда он был дома. Конечно, мы и на собрании, в присутствии Духа Святого, тоже приходим в мир Божий. И это так. Здесь нужно хранить мир как лично в себе, так и с окружающими. Так ведь? Куда мы идем на собрание? В Дом Божий. Мы идем в гости к Богу, в Его дом, в Его присутствие. И хорошо, что нас Бог пригласил к себе в гости, в Свой дом. Как нам относиться к другим? Оберегая Духа Святого, вашим братьям, сестре. Оберегайте, не угошайте. Бог все видит и слышит, что мы не сплетничаем, не обижаем своих сестер, братьев, даже когда мы дома. Спасибо и слава Богу за это. Задайте вопрос Богу, помолитесь. Как вам уметь мир Божий в собрании, в Его Церкви, на проповеди? Мы много говорим на эту тему мира в наше время. Подписывайтесь на канал, узнавайте новости. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы до конца разобраться на эту тему. Мир на собрании с Духом Святым. Когда мы пришли в собрание с хорошим настроением, миром Божьим внутри, нас по дороге никто не огорчил. Мы приготовили с вечера для встречи с Богом в Его доме. С вечера приготовили одежду, даяние. Вечером ищем, во что одеться, какое даяние дать. А утром, помолились и с хорошим настроением и Божьим присутствием, идем в собрание святых, в Дом Божий. Так, друзья? Апостол Павел в 1 Коринфянам 6 главе пишет. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Это 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Мы с вами, храм Божий, в котором живет Дух Святой. Как это приятно слышать, друзья. Мы живем в разных условиях, квартирах, домах. Наша квартира – это храм Божий. Чтобы Дух Святой был в нашем доме, мы приглашаем его туда, так? Мы приглашаем его как в гости, чтобы он пришел и наполнил наш дом своим присутствием. А он как будто бы в гостях в нашей квартире. На собрании верующих. А на собрании мы собираемся где? Мы приходим в дом Божий. Мы приходим в его дом, к нему в гости или нет? Процитирую место из Писания 1 Коринфянам 11 глава. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божью и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Это послание Коринфянам 11 глава 22 стих. Павел разделяет ваш дом и Церковь Божью. И поведение дома и в Церкви тоже разделяет. Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея 16 глава 18 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют её». Это Евангелие от Матфея 16 глава 18 стих. Здесь наш Господь говорит, что Он создатель Церкви, такой, что врата ада не одолеют её. И до сих пор Церковь принадлежит Богу. Иисус Христос глава Церкви и в наше время. Ничего не изменилось. Бог не меняется. Его Слово не изменилось. Евангелие не изменилось. Так когда мы идём на собрание, в Дом Божий, мы идём в гости к Богу, в Его Дом, к Его присутствию. И хорошо, что нас Бог пригласил в гости к Себе, в Свой Дом. Друзья, братья, сёстры, давайте никогда не забывать, куда мы приходим на собрание. Созерцать красоту, как царь Давид. Как царь Давид говорит в Псалмах, откроем Псалм 26 стих 4. Одного просил я у Господа. Только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его. Это Псалм 26, 4 стих. И откроем Псалм 83, 5 стих. Да, друзья, когда мы дома, мы приглашаем Духа Святого, чтобы Он пришёл к нам. А в собрании верующих мы идём к Нему в гости. То есть мы идём в гости в Дом Божий. А Дух Святой, который в нас, идёт домой. Вы замечали, как радуется наше сердце, когда мы собираемся, отеваемся во всё самое лучшее. Готовим самый лучший дар для Бога. Это радость от Духа Святого, который живёт в нас. Мир на собрании с Духом Святым или в гостях у Бога. Когда мы дома, нам нужно оберегать мир на собрании с Духом Святым, который внутри нас. Приглашать Духа Святого в наш дом. Но когда мы в Доме Божьем, этого не нужно. Это мы идём в Его присутствие, туда, где Бог всегда. И, как писал Давид, созерцать красоту Господню и посещать Святой Храм Его. Как нам вести себя в Доме Божьем, в Церкви Господней? Представьте вашего начальника, живого, существующего. Не президента или мэра города, когда мы не знаем их. А представьте, что вас пригласил ваш начальник к себе домой. Как мы будем себя вести? Будем заниматься беспределом? Нет, мы будем себя чинно и благоразумно. Будем там ссориться и устраивать скандалы? Нет, мы будем стараться вести себя мирно. Так ведь? Как вести себя в Святом Храме Его? А в Доме Божьем Давид назвал Святой Храм Его. Как мы будем себя вести? Будем беспредельничать, ссориться? Конечно, нет. И мы так и ведем себя. Так ведь, братья и сестры? Если немного проще, когда входим в собрание и возникает вопрос, как поступить, просто представим, как бы мы повели себя у начальника в гостях в этом случае. Так же, но немного лучше и в гостях у Бога. Мы пришли в Дом Божий. Как есть поговорка, будь как дома, но не забывай, что ты в гостях. И Дух Святой подскажет, где и как поступить, сказать, чтобы сохранить мир Божий в Его Доме и Его присутствии. Все это очень просто, только нужно осознавать, где мы и куда пришли. Нам не нужно делать усилия и сохранить мир Божий внутри себя. Нужно просто не нарушать тот мир, который уже в собрании с нами. Быть милостивым и милосердным. Конечно, мы встречаем иногда. Встречаем людей после разговора, с которыми нам трудно становится. Но, братья, сестры, а кому еще расскажут о своих проблемах? Ведь многие испытывают гонения и неприятия со стороны окружающих, даже родственников, за то, что они верующие. С кем они поделятся своими трудностями, как не со своей второй семьей духовной в Боге? Поддержите, помолитесь, даже будьте долготерпеливы, как и Бог к нам долготерпелив. Конечно, не участвуйте в сплетнях, ссорах, разногласиях, разделениях, раздорах, а наоборот удаляйтесь от них. Просто закончите разговор и отойдите в сторону. И, конечно, скажите, что вы в этом не участвуете. Скажите собеседнику, что это неправильно. В чем разговор неправилен? Как узнать, что это за разговор? Это сплетня или раздор? Очень просто. Дух Святой. Дух Святой всегда вам будет подсказывать изнутри. Вы почувствуете тревогу, неудобство. Лучше сразу прекратите этот разговор и храните мир, который наполняет вас Дух Святой. Дух один и тот же. Ни в коем случае не ставьте крест на этом человеке. Это значит осудить. Значит, что этот человек больше никогда не изменится. Это неправда. Сам человек нет, но Дух Святой может сделать все. Он завтра поможет человеку покаяться, и все будет иначе. Нам всегда нужно помнить, что нам написал Павел, апостол, послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 1 по 7. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Это послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 1 по 7. Нам всегда нужно помнить, что у нас у всех один Дух Святой, и во мне, и в вас, моих слушателях. Мы все храм, живущего в нас Святого Духа. Беречь Духа Святого в вашем сестре, братье. Как нам относиться к другим, оберегая Духа Святого в вашем брате и сестре? Оберегайте, не угошайте. Друзья, если мы сплетничаем, обижаем, осуждаем брата или сестру, всегда помните, что, конечно, это не мы с вами, сплетничаем, обижаем, осуждаем Духа Святого в брате или сестре. Даже если мы на расстоянии, в доме у себя, говорим неправильно о братьях, сестрах, то помним, что у нас Дух Святой один и тот же, а Дух Святой, который внутри нас, он все слышит. И угошая Духа Святого на расстоянии, мы также угошаем его и внутри себя. Берегите мир Божий, который внутри вас. Духа Святого, внутри вас от сплетен вражды ссор. Бог все видит и слышит. Слава Богу за это. Аминь. Бог все видит и слышит, что мы не сплетничаем, не обижаем своих сестер, братьев, даже когда мы дома. Спасибо и слава Богу за это. Аминь. Господи, а Он что? Можно сказать. Можно сказать Богу, а что Он? Отвечу словами Иисуса Христа, Господа нашего. Откроем Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за Ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст Тебя? Его увидел. Петр говорит Иисусу, Господи, а Он что? Иисус говорит ему, если Я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 20, с 20 по 22. Друзья, что с нашим братом или сестрой? Как сказал нам, мне, вам, слушатель мой, и сейчас Господь говорит через Свое Слово, если Я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною. Друзья, давайте просто смотреть на себя, а на нашу сестру или брата. Есть свои планы у Бога, которые Он нам не всегда будет открывать. Нам, в нашей жизни, есть свои взаимоотношения с Богом, и нужно укреплять именно их. Храните мир Божий внутри себя, своей семьи и доме. Дары Духа Святого. Наша жизнь, и как мы поступаем с братьями и сестрами, очень влияет на наше служение. Дары Духа Святого и даны нам, чтобы мы служили друг другу и превращались любовью к Церкви. И именно этим братьям и сестрам, которые вокруг нас, ближние наши. Братья и сестры, задайте вопрос Богу, что может мешать вам сохранять мир в собрании? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы много говорим о Духе Святом на этом канале, путешествуем по Библии и Его Слову, и как применять его сегодня. Приглашаем мы вас в это путешествие. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-то интересное. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Продолжение следует...